Томсо, а ты знаешь что-нибудь про Магомеда Ютаева? Сегодня видел кадры 96-го, он там еще был молод, около 16 лет, но уже вовсю воевал. Да, да, я, ну, как знаю, так, в общих чертах знаю, лично с ним, конечно, я знаком не был, и каких-то подробностей о нем я тоже не знаю. Но в общих чертах я знаком, там был молодой муджаид, в подчинении Шамиля он был в Басаево. По-моему, родом он был из селения Шаложи, у Роспортановского района. И, насколько я знаю, он погиб, стал шахидом, иншалла. Камикадзе назвал чеченских мужчин трусами, что мы терпим Кадырова, а русских мужиками за то, что они шиес против мусора бросились. Быть может, русские покажут нам, как свергать диктаторов и уберут Путина. Я смотрел эти слова Камикадзе, и, да нет, не были они сказаны в такой форме, чтобы там он называл нас трусами и так далее. Я думаю, это не совсем правильно так интерпретировать эти слова. Да, не совсем, конечно, он правильную мысль высказывает. Понятно, что там можно как-то контраргументировать, но и в таком виде подавать, что это вот он назвал нас трусами, я думаю, тоже неправильно. Томсо, какова бывает твоя первая реакция или мысль, когда видишь кавказцев, майки, Россия и на соревнованиях, а так, когда они каждый день носят двуглавого орла и митингер? Какая бывает реакция? Не знаю. Сдержанная, наверное. В принципе, я привык видеть это. Иногда до абсурда эти вещи доходили, когда, например, в мечеть приходили люди в футболках с надписью «ЗАДИ ФСБ», например, или в кепках, на которых было написано «ФСБ». Это не ФСБшники, это просто ребята молодые. Вот они такие футболки, например, одевали или эти кепки носили. Это я сейчас не говорю про сотрудников различных силовых структур российских в Чечне, которые в своих военных этих форумах приходили. И у них тоже бывали, например, футболки с аббревиатурами их структур, типа ОМОНа, СОБРа и так далее. Это, конечно, это абсурд. Это, с одной стороны, смешно, с другой, это печально. Но это настолько часто сейчас ты это видишь. Это настолько у нас распространено, что тебя это абсолютно не удивляет. Это неправильно, это, конечно, нужно осуждать, но удивляться этому, конечно, уже не приходится. Извините, если тупой вопрос, но почему при письменности на чеченском вы пишете цифры между буквами? Потому что отсутствуют в клавиатуре на кириллице, отсутствуют у нас эти знаки. И мы заменяем это. Ну, это один знак, точнее, так говорим, знаки. Это один знак, это вот единица только. Ты так написал цифры, как будто мы там пишем разные цифры. Это только вот этот один знак, то есть одна буква, это звук, которого нет в русском языке. Он есть в чеченском, есть в арабском, но в русском языке его нет. Соответственно, и буквы такой тоже в русском языке нет. И вот мы... А у нас он пишется на чеченском языке просто как палочка, этот звук. В общем, мы эту палочку как бы заменяем вот этой цифрой единицы. Бывает, конечно, удобнее ее заменить маленькой буквой L английской, например. Ну, в смысле, более подходит она или вот этой палочкой на клавиатуре. Но заморачиваться приходится. То есть, когда ты быстро что-то печатаешь, тебе там переключать клавиатуру, этот символ оттуда вытаскивать тяжелее. Поэтому ты просто ставишь единицу, что обозначает звук А. А. В арабском языке это звук Айн. Вот этот вот звук мы обозначаем единичкой. Ну что, ты игнорируешь неудобные тебе вопросы. Умар Адаев, задай мне неудобный для меня вопрос. Главное, чтобы он не был тупым. Тупой вопрос я буду игнорировать. Неудобный, зачитаю, обещаю. Зачитаю, и скрипя сердцем, душой, сквозь слезы, я на него отвечу. Обещаю. Пытаюсь придумать неудобный для тебя вопрос. Очень интересно, как у тебя скрипят зубы. Давай, давай, придумай. Тумсо, если ты хочешь нормально жить, тему поменяй. Ты такой же, как все, обычный блогер. Это твой хлеб. Ты кормишь себя и свою семью. Так что на правительство зубы не точи и веди себя достойно. Он должен был дописать. Не дописал. Хорошо, Маша Измайловская. Так и сделаю. Спасибо тебе за этот совет. Ты открыла мне глаза. Ну что, давайте начнем с того, что у нас на этом канале, на моем лайв-канале в Ютубе, 100 тысяч подписчиков. Я помню, как я преодолевал 100к на своем основном канале. Это был конец 2018 года. А здесь, на лайве, я как-то особо и не следил за этим процессом. Он так на самотек был пущен. И поэтому сегодня я приятное для себя зрелище обнаружил, что мы преодолели эту отметку 100к на этом канале. Между этими двумя событиями, то есть преодолением на основном канале и этом, прошло чуть менее трех лет. Представьте, сколько нужно времени, чтобы набрать 100 тысяч подписчиков на канале, где ты проводишь прямые эфиры. Прямые эфиры, это всегда не так популярно, как отдельные ролики. Но это приятно, это хорошо. И значит, есть отдача. Когда ты чувствуешь, что есть какие-то преодолеваемые шаги, какие-то там отметки, то это все равно мотивирует. Это приятно. Постараемся, наверное, получить эту кнопку заветную, серебряную. Может быть, хотя бы в этот раз получится ее получить. Ну, не могу точно, конечно, это обещать, но попробую. Посмотрю, надо будет снова связаться с этой службой поддержки, посмотреть, как у них там теперь работает эта система. В общем, буду держать в курсе, иншалла. Если я ее получу, то вы об этом узнаете. У чеченцев в истории был академик? Разве академик Кадырев не признан мирным научным сообществом? У чеченцев был один, по-моему, академик Хаджиев в Соломбек. Он в Российской Академии Наук был. Ну, значит, он академик, да, раз он в этой Академии Наук был. Короче, вот этот был человек. Он был, правда, у нас оппозиционером, пророссийским. Был против независимости, то есть антидудаевцем он был. Поэтому в политическом плане это не лучшая личность, наверное, среди чеченцев. Но как академик, раз уж ты задал вопрос про академиков, то вот этот человек был в Российской Академии Наук еще при Советском Союзе. Не лучшая личность, академик. Ага, так Басаев расстреливал учителя. Я помню видео, потому что учил не шариату. Что за дикость, Тумсо? Образование научное должно быть на первом месте для народа. Это неправда? Вау. Он не расстреливал учителя за то, что он учил не по шариату. Что это неправда. А он расстрелял тогда главу администрации этого села. То есть это был российский чиновник. И он был расстрелян по обвинению в доносительстве на российским войскам. Это вообще не было связано никак с его учительской деятельностью. Другой вопрос, ты сейчас можешь сказать, правильно ли это было или нет. Там законы военного времени. Поэтому здесь я не буду как-то в эти детали вникать. Но дело там было не в том, что он учитель или что он учил там чему-то не тому. Там обвинение было более серьезное. Продолжение следует...